Американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область, которое в Москве назвали террактом и провокацией. «После двух с половиной лет вы продолжаете стоять на своих позициях, да еще зашли на Россию. Мы гордимся вашим руководством», — сказал Грэм. Он добавил, что рад нападению, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе и дети. «Вы уже на территории России. Это смело и прекрасно. Я рад, что вы нам этого не сказали и не предупредили, но сделали». «Россияне уже платят цену», — продолжил политик. Нападение на Курскую область. Утром 6 августа подразделение украинской армии попыталось захватить участок территории Суджатского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Владимир Путин заявил, что этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты», — отметил президент. В Курской, Белгородской и Брянских областях ввели режим контртеррористической операции. В Курске также действует режим ЧАЭС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности, о теракте и убийстве. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдавшие их, исполнявшие приказы об ударах по гражданским объектам. А как вы считаете, дорогие зрители? Напишите свое мнение в комментариях.